МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем, девчонки! Меня зовут Юля, и мы, как всегда, в мастерской программы «Зеркальце». У нас здесь порой происходят настоящие чудеса. Вот, например, сегодня к нам залетела мифическая птица Тарнакай, а по-русски – журавлик. Так телеканал «Тамыр» назвал свой новый проект, благодаря которому мне сегодня помогают Лясян и Оля. А мастерить мы сегодня будем, наверное, самый нужный предмет из всех девичьих штучек – женская модная маленькая сумочка. Украсим ее и сделаем оригинальной. Наши сумочки готовы. Как видите, они совершенно одинаковые. Но мы их украсим и сделаем их эксклюзивными. Раскрасим красками и украсим нашитыми цветами. Для начала, девчонки, давайте сделаем эскиз наших будущих сумок. Как они будут выглядеть у нас на бумаге. Для этого берем карандаши и рисуем будущую нашу красивую сумку. Наша фантазия начинает работать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но цветочков лучше всегда, чтобы было нечетное количество. А здесь у нас сколько? Раз, два, три, четыре. А нечетное, это цифра пять. Четыре это четное. Давай еще один цветок сделаем. Вот, замечательно. Лясян, расскажи, что у тебя будет на сумочке нарисовано? На сумочке у меня будут цветы, потом солнышко и омлако. Лясян, Оля, скажите мне, а вы когда-нибудь задумывались, кто придумал сумки? Их шиет на фабрике. А вот кто придумал их шить на фабрике? Дизайнер. Сегодня даже трудно представить, что когда-то ее не было. А прадедушка нашей любимой сумки – обычный карман. Некоторые историки утверждают, что первые карманы появились у жителей Древнего Рима. Их называли синусами. Интересно, об этом знают учителя математики? Нет. Нет? Нет. Тоже не знаешь? А по другой версии, первые карманы появились на камзоле Людовика XIV, а уже позже перешли на брюки и жилеты. Ну что, девчонки, готовы? Да. Показывайте. Замечательно. Теперь мы наши картинки перенесем на наши сумочки. Вот твоя сумочка. И вот твоя. Для сумочки Ляся нам понадобятся краски. Кисточка держи. Открываем тебе красочки. Синий, желтый, красные цветы и зеленая трава. Так, это черный. Знаешь, как цвета смешивать, чтобы получить зеленый? Угу. Нужно смешать какой цвет? Синий и желтый. Правильно. Синий плюс желтый будет зеленый. А для того, чтобы тебе было удобно работать и наша краска не прошла насквозь, мы положим вовнутрь в сумочку обычный коврик для мышки. Вот, и теперь можешь смело рисовать. Вомерта. Форекс. Форекс. Ребентировка. Форекс. Лясян уже вся в работе, и нам пора делать наши цветы. Для этого нам понадобятся лоскуточки, желательно, чтобы это был стретч, или ткань, чтобы тянулась. Лоскутки, свечка, ножницы и вот такие вот заранее мной заготовленные кружочки, да, совершенно верно, шаблоны, по которым мы будем из наших лоскуточков вырезать будущие лепестки наших цветов. Они у нас разных размеров, для того, чтобы наш цветок был объемный. Давай, выбирай, какой цвет тебе больше всего нравится, вот как у тебя на эскизе, красный, лиловый. Вот, вот, держи тебе ножницы, берем лоскуточек, самый большой, да, начнем с самого большого, держи. Можно обвести его карандашиком, если так тебе легче будет, а можно прямо сразу вот так вот держа, тихонечко вырезать ножницами. Сможешь? Вот, обведи. Вот, обведи. вот мы вырезали наши лепесточки осталось теперь им придать форму это мы сделаем при помощи будьте очень аккуратны лучше это делать вместе со взрослыми вот таким вот образом поджигая края свечкой и быстро их вытягивая наши лепесточки приобретают волнистый вид вот один лепесток у нас уже готов он у нас приобрел форму вроде бы все очень просто но нужно быть очень внимательны главное не обжечься быстро вытягивать цветочки лепесток последний готов лясян ты уже закончила свою работу я думаю с удовольствием нам поможешь да собирать наши цветы конечно так свечка на больше не нужна так собираем наши цветы для этого нам понадобится иголочка и ниточка при помощи иголки и нитки собираем наши цветы берем самый большой лепесток потом меньше-меньше-меньше движемся к серединке а можно наоборот около ста лет назад появилась первая сумка конверт до этого сумки выглядели в форме мешочков а в середине двадцатого века разновидности сумок стало видимо-невидимо девчонки а вы какие знаете название сумок дорожный портфель рюкзак радикюли знаете такие сумки как они выглядят да такие на защелочке здорово ну вот наши цветы готовы осталось их посадить на нашу клумбу на наши сумки для начала выложим наши цветочки как они будут тебя располагать но все берем термоклей и очень аккуратно выдавливаем его в серединку нашего цветочка нет клей очень горячий поэтому делать нужно все аккуратно прижимаем у кого нет термоклея можно просто пришить цветочки и 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 здорово получилось ну а теперь лясян твоя сумочка преобразится при помощи стекляруса еще да так тоже при помощи клея украсим наши облака девчонки в мире существует два памятника маленькой женской сумки а в токио есть даже музей в котором мы выставили на три тысячи экспонатов сумочек а в англии ежегодно 4 октября проводят день сумок в этот день все именитые дизайнеры показывают свои модные сумочки ну вот наша сумка и готова можно примерять у нас получились замечательные веселые сумки а вам самим понравилось здорово да придете еще да ну а мы увидимся в следующий раз пока 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 пока